И от моей хорошей с вами Светланы. Сегодня у нас заказ Фаберлик по 14-му каталогу, плюс куча новинок по 15-му, как всегда, на 100 баллов. Итак, поехали. Девчонки, ещё хотела вам сказать, в связи с ситуацией как бы на Ютубе, будет он дальше существовать или не будет, непонятно. Поэтому я создала ВК-сообщество. Ну, Дзен, как всегда, естественно, там всё раньше всегда выходит, это всё понятно. И Телеграм, да. А так все ролики я дублирую ещё ВК-сообщество. Туда ещё вертикальные ролики дублирую, в основном, которые касаются продукции Фаберлик. Различные коротенькие отзывы. Ссылочку на ВК-сообщество оставляю под роликом. Переходите, чтобы не потеряться. В отдельной коробке была сковорода. Две сковороды у нас выходят в следующем каталоге размером 26 и 28 сантиметров. Цена очень бюджетная. Я на пункте выдачи эту коробочку оставила. Уже рассмотрели там эту сковороду. В доле поперёк ещё несколько товаров было в этой коробке. Так что давайте начнём с неё. Приходит она вот так в пупытке. И что хочу сказать. Для сковороды за 1000 рублей очень даже неплохо. Но использование покажет. Так, потом вот в такой она была бумажке ещё. Мне понравился цвет. Вот такая красивая ручка софт-тач такая приятная. Покатая стенка. Она не глубокая. То есть это именно прям вот сковорода. Достаточно тонкая и лёгкая. Я не очень люблю вот такое дно, потому что оно быстро пачкается. Посмотрим. Посмотрим. Она по-любому будет пачкаться. Просто надо как бы сразу вытирать, тогда подольше прослужит. Я люблю так, знаете, год попользовала сковороду. Всё равно где-то она там поцарапается и так далее. И выкинул, купил новую. 26 сантиметров. И вот тут наклейка. Я не знаю, вот как они её прилепили, потому что она прям отодрала. Вот такая интересная. Попробовала, знаете, так, ноготками поездить, поскоблить. Покрытие хорошее. Но она тоненькая, лёгкая и невысокая. Вот имейте в виду, потому что мне казалось, что они будут повыше. Но я всё равно довольна. Сегодня с утра уже свою сковороду выкинула. Информация, кому интересно, показываю. То есть диаметр, высота, состав и так далее. Можете нажать на паузу и почитать. Артикул 910-560. Эта сковорода у нас с вами выйдет в 15 каталоге. О, внимание. Внимание. Пластиковые пакеты, не игрушка. Храните упаковку в недоступном месте для детей. Почему? У меня дети так любят чпокать. Скажем так. Так, что у нас тут ещё было? Заказала новой девчонке триггер распылитель. Вот так он выглядит. Я накручиваю его на средства для ванной. Вот эта классическая синяя этикетка. Он, кстати, другой. У меня другой был, который я выкинула. Другие немножко поменяли. Потому что он перестал у меня пшикать. Не знаю, что с ним случилось. В общем, заказала новое. А я люблю именно такой формат. Средства для ванной распшикивать. Тогда она ложится равномерно. И как бы очищает лучше. В этом плане всё замечательно. Так, ещё у меня здесь была новинка 15 каталога. Вот такая варежка. Они в трёх цветах выходят. Варежка для душа. Она у нас с вами из линейки. Я забыла какой. Самый дыр его, нет? Артикул 910-562. Нейлон. Размер 20 на 75. Перчатка, не варежка. Это перчатка, с которой можно принимать дождь. Достаточно удобный, я вам хочу сказать, формат. Я такое люблю. Поэтому, собственно говоря, и взяла. Достаточно жёсткая. По тактильным ощущениям похожи на вот эти японские мочалки. Изнанка. Достаточно жёсткая. Прям такая вот ощутима. Слушайте, сейчас попробую. Сухой. Ой, можно даже ей сухое скрабирование делать. Прям вот ощутимо. Скрабировать будет. Мне нравится. Мне нравится, что она такая жёсткая. Здорово. Прям классно, хорошечно. Рекомендейшн. Так, взяла носки. Новинка тоже. Недавние две пары 40D. Они у нас... В чём их фишка? Чёрная взяла 40D. С эффектом велюра. Мне очень интересно было посмотреть. Так. Артикул 820-446. Материал 85 полиамид, 15 эластан. Сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Носочки такие всегда нужны. Если понравятся, буду брать и ещё. Но они прям высокие. Здесь у нас с вами две пары. То есть, четыре штучки. Чёрненькие. Такие достаточно плотненькие. С эффектом велюр. Ну, мягенькие. Мягенькие. Мягенькие такие. Хорошенькие. Плотненькие. Всё как бы отличненько. Ничего не хочу сказать. Не должны так быстро рваться. Прям вот такие плотненькие. И тактильно. Очень приятно. Действительно, с эффектом велюр. Надо будет взять и ещё. Так, дальше. Колготки. Всё думала, какие Ксюшки взять. 120 Ден или 200. Решила остановиться на колготках. 120 Ден. Тёплые. Из бамбукового волокна. Вот так приходят в коробочке. Вообще, колготки Фаберлик. Это что-то с чем-то. Кто носит. Прям вот. Просто я в холодное время года всегда хожу в штанах. А кто-то, может быть, обязывает дресс-код на работу. И так далее. Обязательно обратите внимание. Колготки Фаберлик шикарные. Все. Артикул 80777. И какой-то у меня размер двоечка. Размер двоечка взяла Ксюшки. Сейчас посмотрим. Чёрненькие. Очень мягенькие. Но они такие, знаете, чёрный. Чёрный, тёмно-серый. Видите, какой? Графит. Я бы сказала, тёмный графит. Почти чёрный. То есть, это не прям идеально чёрные колготки. Вот так выглядят носочки. Вот так. И вот так выглядят. Сами колготочки две полоски есть у нас? Нет. У нас везде одна полоска. Спереди и сзади резиночка. Тактильно очень мягенькие. Вот они внутри чёрные. А снаружи они с какой-то вот такой вот серой вставкой. Но вот я что вижу. Камера вам делает их более серыми. Нет. Они не настолько серые. Они вот как бы вот так. Чёрненькие. Классные. Тянутся хорошо. Плотненькие. 120 ден. Прям хорошечно ходить в школу. Так. Ну а теперь открываем коробочку. Предлагаю начать с обновлённой линейки. Легендарный кислород и аксиологи. Я взяла несколько позиций. Далеко не все. И сейчас мы с вами посмотрим, что я тут набрала. Так. Вот по-моему. Во-первых, из линейки аксиологи взяла вот такое двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. Я знаю, что многие его любят. Я с прошлой версии не подружилась. Мне жутко щипало глаза. Мне не нравится, как снимает макияж. Это лично моё мнение. Поэтому после перевыпуска решила дать ему шанс. Видите, тут вверху такое маслица масляная, сиреневая. И мы должны с вами перед употреблением вот так взболтать. И использовать артикул 3684. Это новинка 15 каталога. Подушки, честно сказать, я болею сейчас и не очень от душки чувствую. Но надеюсь, новый аромат мне удастся вдохнуть. Я сейчас про мур-мур. Да, я его заказала. Я думаю, я его почувствую. Я запахи чувствую, но очень слабо. Взяла обновленную пенку. Легендарный кислород. Взяла три продукта из этой линейки. Очень любила пенку в прошлом исполнении. Думаю, здесь у нас всё будет не хуже. Кислородная пенка для умывания. В счёт эта серия потрясающая. 35-31 артикул. Будем с вами в следующих роликах всё тестировать вместе на себе воочию. Взяла кислородный питательный крем для лица и многофункциональный кислородный бальзам. Его тоже перевыпустили. 21% аквавтема. То есть это достаточно большое содержание. Его можно при различных травмах, порезах использовать, ожогах и так далее. В общем, вещь суперская. Артикул 35-29. Соссредства в любой ситуации заживления вода, при обезвоживании, барьерные свойства. Тусклую сухую кожу возвращает к жизни. Усиливает эффект других косметических средств. Можно бальзам накладывать на лицо тонким слоем под масочки. Какие-то и так далее. Приходят средства все запечатанные тубы. Давайте сразу крем тоже откроем. Взяла именно питательный на день себе, на день питания, на ночь увлажнения. Правила нанесения крема в холодное время года. Артикул 35-32. Класс. Я вообще такой крем не помню, когда последний раз брала. Открываем. Я имею ввиду в прошлом исполнении. Смотрим. Такой плотненький. Действительно плотненький. Прям хорошенький. Замечательно. Все супер. Так. И бальзамчик. Он у нас с вами был такой немножко водянистый. Гелевая консистенция. Но такой остался голубоватый. Не, стал погуще. Смотрите, какой густой. У меня предыдущий прям растекался. Этот нет. Прям густенький, густенький, хорошенький. Можно его как патчи, кстати, использовать. Утром хранить, допустим, в холодильнике. Как угодно вообще вашей душе. Средство действительно классное, рабочее. Так, дальше идем. Вот у нас еще одна новиночка. Как раз такой же триггер-распылитель, как мне прислали новый. Какая огромная бутыль. Я думала, она будет меньше. Это у нас с вами универсальный мультиочиститель активный кислород. Будем тестить, девчонки, вдоль и поперек. С активным кислородом в формате спрея. Я ждала такое давно. Для твердых, моющихся. Это новинка пятого, пятнадцатого каталога. От распространения бытовых загрязнений. Легкого, известкового и мыльного налета. Ржавчины, кухонных загрязнений. Ярких пятен от овощей и фруктов. Предварительная обработка. Перец, стирка и чай, кофе. В общем, я так поняла. По описанию. Это по типу, как перкарбонат. Только в жидком формате. Так, состав. С помощью нескольких нажатий на курок. Нанесите средства и обождать 5-15 минут. Распыление у нас с вами регулируется. Так, я хочу найти состав. Где у нас? Вот он. Смотрите. Не более 30% вода. Менее 5 отбеливателей на основе кислорода. Комплекс ПАФ. Кокосово-пальмовое масло. Лимонная кислота. Еще какая-то кислота. Гликозид, сахаров, пальмовое масло. Экстракт портулака. Корни лакрицы. Гидроксид натрия. Стабилизатор. В общем, вот такой вот интересный состав. Кто разбирается в составах, напишите. Я не вдаюсь в эти подробности. По мне либо работает, либо не работает. Артикул 332. Так, у нас он сейчас с вами закрыт. Куда бы нам его распылить? Начек. Чтобы вообще посмотреть и одушку, если я почувствую сейчас. О, прям пена. Ой. Приятная цветочная. Приятная цветочная. Я почувствовала. Мне очень нравится вот этот вот триггер. Прям вообще классный. Приятная цветочная. Будем тестить с вами на сложных загрязнениях и на одежде. Обязательно тоже вдоль и поперек. Так, у нас еще в серии Бьюти Кафе выходит очень много новинок. Я взяла только две, которые мне захотелось. Во-первых, пена для ванны. Пена для ванны. Сейчас я ее принимаю часто. Мне не очень нравится в Бьюти Кафе аромат клубники. Но пена для ванны только с этим ароматом была. Артикул 3392. И здесь объем, объем, объем. 500 миллилитров целых. Такие большие бутылочки выходят. Густая. Сейчас понюхаем. Ну, такая химозненькая клубничка, сладенькая такая. Больше клубничная вареница. Ничего. Я больше люблю вот грушу. Мыло такое беру часто. Тоже 500 миллилитров. Это уже гель для душа. Тоже густой, но он такой непрозрачный. Плохо видно. 3395 артикул. Подушечки. Ой, да. Как мыло грушовое. Даже еще поярче аромат. Вкусненько, свежо. И немножечко, ну, я так сейчас ощущаю, у грушова медная такая консистенция. Но приятная. Действительно приятная. Еще одна новинка из корейской нашей линейки Су Ян. Это мультигель для стирки. Я гелями не стираю. Я их не люблю. Но не могу, конечно же, не попробовать. Плюс кондиционер. К тому же на 20 стирок. Так, артикул у нас с вами 308.08. На роли гибискус тоже у нас все там на роли гибискус. Яркий голубой гель. Вот так он выглядит. И мне кажется, он очень хустой. Такой вот, ну, густоватый, да. Прям вот гель-гель. Цветочная одушка с фруктиками. Приятная. Очень приятная. Если этот аромат будет оставаться на белье, мне будет приятно. Мне такое нравится, честно говоря. Так, дальше заказала два пакетика. Сейчас день учителя. Есть в запасе несколько штук. Еще вот такие два. Вот эта малышка. Такие, конечно, в нее гели не войдут, чтобы вы понимали, какой размер. Ну, допустим, пенка и кремы и мыло войдут. А вот этот побольше уже. Тут войдет все. И бытовая химия все войдет. Большой 781-235 и поменьше коты 781-233. Еще сейчас маленький прям сложу. У меня Псюшка тут занялась уходом за собой. Мама у меня говорит, прыщи вылезают иногда. Я говорю, ну, конечно, милый мой человек. Надо же ухаживать за собой. Сейчас я покопаюсь, пошуршу. Я и взяла три продукта из некий InfoW. Она у нас с вами с 12 лет. Е11. Гель-пенка очищающая. Я все это тестировала, все это пробовала. Очень годные, хорошие продукты. Мне очень нравится маска очищающая. Ее можно тоже использовать как умывалку. Для подростковой кожи просто находка. Гель-пенка. У нас с вами в руках хорошо пенится. 0,466. Загрязнение Себума. Для снятия макияжа увлажняет, дарит ощущение комфорта. Крем матирующий я взяла, потому что на сыворотку у меня сейчас пользуется. Крема у нее своего нет. 0469. Сыворотка есть детская. Маска очищающая. Очень классная штука. Пусть занимается, я только рада. Эта девочка, она должна быть всегда ухоженной. 0467. Я сейчас вот так вот прям пакетик поставлю. И после того, как сниму видео, вручу. Линейка InfoW входит в такой пакет свободно. Вот так вот красиво. Все. Я еще нашла, девчонки, конечно же, я взяла легендарный кислород-спрей обновленный. Он у меня всегда стоит в холодильнике. На лето вообще была находка просто холодненький на лицо распылять. А так это прекрасный тоник. Прекрасный. И тоже как подложка под различные масочки. Или когда делаете глиняную маску, чтобы она не сухла на лице, потому что этого допускать нельзя. Можно добавлять как раз вот пшикать вот этот спрей. И гораздо эффективнее маски тоже будут. Артикул 3671. Вот такой вот красавчик по аромату, по действию. Надеюсь, у нас все осталось то же самое. А точнее, даже лучше. Не могу открутить, придется попшикать. Аромат такой же. Свежести какой-то. Аромат чувствую. Такой же вроде. Так, у меня как всегда, девчонки, гора детских салфеток. Белые большие так и не перевыпустили. Маленькие пока есть. Набрала, по-моему, 15 штук. Три плюс. Всегда нужны. Ксюшке в рюкзак одну. Себе в рюкзак другую. Крестюше третью. Дома лежит. На улицу с собой всегда. Вот расход прям большой. Поэтому заказываю помногу. Салфетки классные, хорошие. Хорошо очищают. Хорошо вытирают. Хорошо пропитаны. Все просто замечательно. Легко очистят с кожи любую грязь. Пятая. Да, действительно так. У меня их прям тут целая, целая куча. Достаю и достаю и достаем. Так, а сейчас с вами будем тестировать. Я взяла сразу большую коробочку водички. Новой. Потому что в описании мне показалось, что мне понравится. Не понравится, опять же, задарю. О, еще забыла. Из InfoW взяла и мини-патчи для проблемной кожи. Она их очень любит. У нее вот раз в месяц какой-нибудь маленький прыщик, покраснение выскочит. Она прям облепляется и ходит. Очень довольная. Поэтому это тоже у нас идет сюда. Вот так вот. Так. Мне по описанию показалось, что вот эта мурмур понравится. Очень импонирует упаковка. Очень импонирует флакон. Поэтому сейчас будем с вами тестить. И в следующем ролике обязательно вам расскажу тоже по стойкости. Еще у меня тут три упаковки туалетной влажной бумаги. Это чистой Ксюшки. Она больше любит такой формат. 0 плюс 40 листов. Смываемая. Артикул 304.01. Частенько беру. Вот так пригодится. Так что теперь открываем с вами парфюм. Цена бюджетная. Прямо бюджетная. Я излила чест. Но цены вы можете актуальнее посмотреть сами. Как писали, озвучивать цены. Но кто зарегистрирован, тот и так может посмотреть. Какой смысл? Вообще не вижу еще цены озвучивать. Артикул 368. Коробочка такая soft touch. Тоже очень приятная. На подарок, на презент. Великолепно, хорошечно. Так. И открываем парфюм. И сразу тут у нас такая пуховочка черная. Ну не прелесть же. Посмотрите, какая красота. Я помню, как я измучилась с прошлым флаконом мурмур. Я его почему-то вместе, крышку вместе с кольцом аж снимала. Такая прелесть. Флакончик тоже soft touch. Написано мурмур фаберлик. Артикула на самом флаконе нет. Золотой такой ободочек. Вот это можно делать, стегнуть. Видите, есть застежка. Вот такой замочек. Мягкая такая черная пуховочка. Ну, но при кроватном столике будет смотреться волшебно. Колпачок такой у нас своим, продуваемый. Тессируем. Так. Это, знаете, база классическая. Мурмур сразу мне всплывает. Это ваниль. Но с чем-то крутым. Это да. Это осенний аромат. Сейчас я все обшикую с девчонки. Посмотреть, как и на одежде раскрываться будет. База классическая мурмур. То есть, кому нравится мурмур розовый, от этого вы вообще будете в восторге улет. Ваниль в мурмур, кто не знает, она совершенно ненавязчивая, совершенно непритерная, очень мягкая, деликатная, нежная, чувственная. Потому что я не очень люблю ванильный аромат на самом деле. Но мурмур мне зашел. Мне его кто-то отобрал, кстати. Кто-то понюхал и сказал, что это просто пушка-бомба. И забрали. Так. Что здесь еще? Я не могу понять. Я просто могу вам сказать, девчонки, так, тут 50 миллилитров, да, флакончик таким маленьким показался, что мне очень нравится. Вот если, допустим, предыдущий алхимик, я не знаю, это кто-то сидел, старался, чтобы создать аромат мега противный, который кому-то будет очень сильно нравиться, а кто-то его просто будет ненавидеть. Мне он, кстати, не нравится совершенно, я его не использую. Может кто-то в гости придет, опять, ну, как бы отдам. Не мой аромат. То вот этот, нет, это классика. Классика. Не фаберлик, а классика парфюмерии. Такая, знаете, кто-то сравнивает с фаруэй, у них там тоже много направлений эйлонских, да, ну, может быть, что-то где-то и перекликается, да. Может быть, да, есть что-то. Он классный. Он классный, он громкий, он ярко звучит, и вот эта ваниль, она уходит, база мурмуровская на задний план, и он звучит безумно красиво, притягательно. Для девочек, для женщин, он такой теплый, обволакивающий, уютный. Ой, девчонки, мне нравится. Мне очень нравится. Я редко про какие духи могу фаберлик так сказать, вы меня знаете. Я прям сижу кайфую. Если у меня еще боняние было на полную, а оно мне не на полную, я вот это все чувствую. Очень классно, очень классно. Потрясающий аромат вообще. Многим зайдет, многие полюбят, 100%. Дальше у меня в отдельном пакете БАДы, я что-то тут, девчонки, брала по карточкам. Что-то по ВИП-программе. Карточки использовала мало. В основном все раздарила своей структуре. Они их уже по-быстренькому активировали. Поехали. Значит, антипаразитарный комплекс. Осень-весна пропиваем обязательно. Так, артикул 158-38. После лета обязательно, прям как отче наш. Дальше. Иммуномодулятор взяла себе как раз. Вот сейчас прям две махну, потому что разболелось. 158-51. У нас его нужно с вами поскольку пить? Взрослым по две капсулы, один раз в день во время еды 4 выпью. Нет, ну а что? Потому что вирус такой сейчас противный, на самом деле, ходит. И причем подкашивает вот так вот сильно. Температура горла только взрослых. Детей не так. Ну, по крайней мере, в моем окружении. Почему-то вот взрослые именно с этой болью в горле очень-очень долго. Я даже не знаю уже тех, кто не заболел. Так, дальше. Витамин D3 себе взяла. Закончился обязательно. Тоже надо пить. Живица любимейшая, потрясающая. Просто уникальный продукт. 158-62. А витамин D3 у меня дети пьют. Сейчас я себе взяла. 157-77. Живица, кстати, у меня только с ней. Ксюшка, когда была маленькая, нормально ходила в сад. Перестала болеть. В общем, отличная штука. Бронха у нас тоже закончился. Потрясающе. Работает с первой капсулы. Обязательно на сезон простуд. Должен быть 158-12. И все-таки взяла девчонкам витамин D3. Вот такой. Потому что они у меня совсем не любят эти рыбки, которые 3+. Да, у нас. Ну, прям вот терпеть не могут, я бы сказала. Поэтому решила продавать им такой. 0+, 500 единиц в одной капле. И нам надо с вами дозировать его. Это масляный раствор. Кто как относится. Кто-то любит больше масляный раствор, кто-то любит больше водный раствор. В общем, кого не послушаю, у всех мнений разное. Я имею в виду врачей. Рекомендации по применению. Одна капля в день. Это малышустикам. Это прям малышустикам. А так надо почитать дозировочку у взрослых. Я думаю, там инструкции есть. Угодности 3 года. Нет, нет инструкции. Слушайте. Инструкции нету внутри никакой. Область применения. В общем, тут только написано, что с первых дней жизни по одной капле. Посмотрю, поищу, сколько единиц, в каком возрасте нужно. И так буду дозировать. В одной капле получается 500 единиц. Так, дальше по акции. Были масочки, мискини. Я их очень люблю. Именно вот эти две. Кафе Латте и Грин Латте. Как бонус за покупку. Классные. Очень хорошо работают. 0,643 и зелененькая 0,600. Сухой шампунь мне достался за 1 рубль. Мне попалась карточка, где можно было любой дезодорант взять за 1 рубль. В общем, в дезодорантах почему-то были сухие шампуни. Дезодорант я не люблю сейчас Фаберлик. Поэтому, конечно же, взяла его себе. Всего лишь за 1 рубль. Классно, классно. Вообще Фаберлик радует в последнее время. Очень. А где у нас с вами артикул 2702? Сухие шампуни такие нормальные. Фаберлик средненький. Даже чуть выше среднего. Пользуюсь. Цена адекватная. Взяла спрей Ароми. Они что-то подзаканчиваются периодически. Но мы их очень любим. У меня еще есть три в запасе. Я люблю энергию. Я люблю релакс. И еще какой-то у нас есть третий. А, позитив. Вот он у меня как раз на кухне стоит. Прям обалденные ароматы, девчонки. Обожаю распылять как освежитель воздуха. Есть в составе эфирные масла. Вообще вещь здоровская. Артикул 165. То есть можно и на белье. Я люблю на шторочки. Знаете, так уборку проведешь. Везде влажную полы намоешь. На шторочки. На подушечке. Могу даже пройтись по всем комнатам. Попшикать. И прям радостно на душе становится. Потому что ароматы все классные. Вот такой релакс можно перед сном. Релакс у меня, кстати, нет. Закончились все релаксы. Вот. Как раз обновила. Так. Дальше что у нас? Захотелось мне взять еще один оттеночек. Моей одной из любимых помадок Фаберлик. Это софт-крем. Жидкая матовая помадка в артикуле 409-70. Я не помню, как цвет называется. Здесь, по-моему, не написано. Вот. Ну, в общем, артикул 409-70. Сейчас вам покажу. Как всегда, нам заклеили этикетку. Этикеткой крышку. Это нюд должен быть. Причем очень красивый нюд. Да. Вот такой вот красивый нюд. Тепленький. Или даже не знаю. Тут вроде и розовый. Нет, холодненький больше нюд. Но красивый. Потом в следующем ролике на губках вам покажу. Кстати, густая пришла. Прям такая густая-густая. Предыдущие у меня были жиденькими. И еще одна новинка. Просто пушка должна быть. Это тушь. Вообще, до копейки, девчонки, со скидкой консультанта за сотку. Это эффект накладных ресниц. Тоже новинка 15-го каталога. Будем тестить с вами вместе. Артикул ее 5078. Ну и посмотрим на кисточку. О, густая. Я люблю, когда густые туши. И вот такая вот силиконовая кисточка. Длинная-длинная. Прям густая. Прям вот. Видите? На кончике. Продукт густой. Вот. Значит, особо раскрашиваться не надо. Значит, сразу будет нам давать нужный эффект. Как правило, вот такие густые туши, они являются объемными. Интересный. Интересный формат. На что похож? Пишите. Что вам напоминает эта тушь? Ее дизайн и кисточка. В общем, будем с вами тестить. Ну и вот он, собственно говоря, сам 15-й каталог. С кучей новинок просто. Подарок за регистрацию у нас здесь будет с вами помадка плюс тушь. На выбор, я так понимаю. Или, или. И оттенок помады у нас один получается. 458. Самый носибельный. Классный. У меня этот есть оттенок. Классный, здоровский. Так что, кто не зарегистрирован, ссылочку всегда оставляю в инфобоксе. Проходите, смотрите, знакомьтесь. И вот тут подсказочку тоже где-то вверху оставляю. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.